Мечты, которые сбываются, дети, оставшиеся без попечения родителей, получили подарки от главы Самары Елены Лапушкиной. Подарить частичку праздника в педиатрическом отделении больницы имени Середавина поздравили маленьких пациентов с наступающим Новым годом. За себя и за детей, как оплачивать налоги быстро и своевременно с помощью электронных сервисов. Усилят контроль за нетрезвыми водителями, в праздничные дни на дорогах выставят дополнительные наряды ДПС. В Новый год с теплом и заботой в Куйбышевском районе Самары заработала новая котельная, благодаря которой удастся существенно улучшить качество поставляемых услуг. Губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина оценили работу котельной. Наши корреспонденты расскажут подробности. Качество и надежность. Куйбышевский район Самары со следующего года будет обеспечен бесперебойным тепловодоснабжением, отвечающим всем современным требованиям. Новая котельная 116-й километр на улице Грозненской уже готовится к запуску. За ходом работ на объекте следят губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Они осмотрели работу котельной. Новая котельная построена. Сегодня мы начали опытно-промышленную эксплуатацию. И уже с этой котельной вот сейчас начали получать тепло и горячую воду жители близлежащих территорий. Ближайшие кварталы уже снабжаются от этой котельной. Сейчас мы отладим режимы, посмотрим этот опытный промышленный режим, как себя покажут котлы, оборудование, и уверен, что в январе уже будет полный запуск уже по всей эксплуатационной мощности котельной осуществлен. Строительство котельной в Куйбышевском районе Самары началось осенью 2022 года. Объект рассчитан на полное обеспечение теплоснабжением и горячим водоснабжением более 36 тысяч жителей района. На котельной оборудованы два аккумуляторных бака по 1250 тонн. Они позволят выдерживать гибкий график горячего водоснабжения. В основе котельной – современные технологии и оборудование отечественного производства. Мощность данной водогрейной котельной – 120 мегаватт. На котельной установлено три котла водогрейных, мощностью каждой по 40 мегаватт. Значит, котлы полностью российского производства. В котельной установлены пять установок обратного осмоса, что позволяет полностью обеспечивать снижение жесткости до необходимых параметров, но даже лучше, чем параметры по питьевой воде. Развитие и модернизация инфраструктуры в Самарском регионе стало возможным благодаря Фонду национального благосостояния и нацпроектом, инициированным по решению президента страны Владимира Путина. Галина Топилина, Константин Головин. События. Накануне Нового года исполнились мечты нескольких воспитанников из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей имени Фроловой и комплексного центра «Ровесник». Дети повесили открытки с пожеланиями на городскую елку. Их сняла глава Самары Елена Лапушкина и сегодня вручила ребятам подарки. Подробности в нашем сюжете. 11-летняя Даша Мурзина любит рукодельничать. На Новый год она мечтала получить в подарок картину по номерам и настольную лампу. «Я люблю шить, рисовать. Игрошки шью. Поза вчера шила две подочки». 13-летняя Ксюша тоже рукодельница, но на Новый год пожелала получить в подарок самокат. «Потому что нравится кататься на всякие, ну там, на ровках и на самокатах, так, в общем на самокате». 7-летний Максим – будущий гонщик. Он захотел получить настольную игру за рулем с педалями. Своими мечтами ребята поделились в открытках, которые повесили на городскую елку желаний. Их открытки сняла глава Самары Елена Лапушкина. Сегодня она вручила детям подарки в доме Деда Мороза на площади Куйбышева. «Важно, чтобы мечты в принципе забывались. И, конечно, наверное, особенно приятно нам взрослым, когда мы можем исполнить детские мечты. И спасибо Деду Морозу, спасибо Снегурочку, таким нашим добрым русским волшебникам, который нам помогает в канун Нового года исполнять желания, мечты наших молодых земляков, молодых самарцев. Я даже не знаю, кто больше рад. Вот я или дети, которые сегодня здесь встретились с Дедом Морозом, со Снегурочкой, чьи желания исполнились. И хочется пожелать, чтобы они продолжали верить в чудеса, продолжали верить в волшебство. Оно совершенно точно есть. Самое главное – быть добрыми». Также ребята приняли участие в интерактивной игре со сказочными персонажами и получили поздравления и теплые напутствия от Деда Мороза и Снегурочки. «Верить в чудеса, и они обязательно исполнятся». «И самое главное – теплоты душевной. Обнимайте друг друга почаще, да слова добрые говорите. И тогда у всех чудеса, да желания новогодние обязательно сбудутся». Виктория Шарой, Николай Епифанов, События. Подарить частичку праздника в больнице Середавина поздравили маленьких пациентов с наступающим Новым Годом. К ним в гости пришли Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи, которые пели и танцевали для ребят. О том, как это было, расскажет Ксения Баканова. «Все любимое, да, все вкусненькое. Задракончик лучше всех, да? Вообще классненький». Для Ульяны Сальниковой этот Новый Год особенный. На рождественские каникулы было много планов. Встречи с друзьями, танцы, поездка за город, рассказывает девочка. Однако их придется отложить. Неделю назад школьницу сбила машина. Врачи диагностировали перелом ноги. Сейчас Ульяна проходит лечение. И уж точно не ожидала, что поздравлять ее и других ребят придет добрый новогодний волшебник. «Музыка, костюмы, так все красиво, так все сказочно. Вот просто настроение повышается очень быстро. И я очень рада, что меня завтра еще выписывают. Так еще и вот такой вот праздник мне очень понравился». Вместе с Дедушкой Морозом, внучка Снегурочка и сказочные помощники. Оленята и Снеговичок. Они посетили шесть отделений. Нейрохирургическое, гнойное, урологическое и другие. Их выбрали не случайно. Ведь там детям положено соблюдать строгий постельный режим. «Выздоравливай скорее. Пусть у тебя будет железное, богатырское, несокрушимое здоровье. Договорились? Я проверю на будущий год». Здоровье складывается не только из вклада врачей, лекарств, физиопроцедур, но это, конечно, большая эмоциональная составляющая. И, конечно, то, что может принести детям улыбку, радость, обязательно должно присутствовать в нашем лечении. Мы очень благодарны за предоставленных артистов, за участие Департамента культуры в такой благотворительной акции. Для ребят приготовили насыщенную культурную программу. Герои пели песни, отгадывали загадки и танцевали. А маленькие пациенты читали стихи и фотографировались. «Как детки реагируют на Деда Мороза? Они не ожидали, что придет Дед Мороз. Милые мои, хорошие мои, будьте здоровы». «Будьте здоровы, все остальное приложится. Будьте здоровы, будьте добры, будьте любимы, будьте счастливы». Я всегда очень рада сфотографироваться, потому что это все-таки память, особенно когда находишься в больнице, и хочется чего-то такого волшебного, радостного. И, конечно, в такие моменты понимаешь, что все не зря, когда ты заходишь и видишь радостные глаза детей. «Мы помогаем Дедушке Морозу. Успели даже поводить хоровод с одной из групп, которая была самая веселая». «Для меня было важно увидеть вот это настоящее счастье в глазах, когда ты даришь ребенку подарок и понимаешь, что получилось создать праздник». «Смотришь на детей, думаете, что они не должны болеть, как бы это странно не звучало. У них прям желание носиться, бегать. И когда я вижу это желание, которое не исполняется в данный момент, но они хоть немножко улыбаются, потому что мы пришли, мы там с ними веселимся, я считаю, что это победа, что это успех нашей работы». Акция «Дед Мороз поздравляет» прошла при поддержке администрации города. Ксения Баканова, Петр Поломеев. События. Сотрудники госавтоинспекции города поздравили воспитанников детско-юношеской спортивной школы номер один с наступающим Новым годом. Детям напомнили о правилах поведения на дороге и вручили полезные подарки. Подробности расскажет Ксения Баканова. Влад Андрейкин на катке, как рыба в воде. Мальчик встал на лед уже в 4 года. На первую тренировку отвели родители. Для него фигурное катание – это настоящее искусство, «Грация и красота». Занятия отнимают много времени и сил, рассказывает Влад. Однако сегодня можно отдохнуть и расслабиться. Как-никак на носу Новый год. Все говорили, ой, что это там такое, классно. А потом включили подарки, все еще радостные стали. И я тоже. У меня есть желание, чтобы я попал на Олимпийскую игру и занял там хотя бы призовое место. Сотрудники госавтоинспекции города поздравили воспитанников детско-юношеской спортивной школы номер один с наступающими праздниками. Ребятам вручили сладкие подарки и напомнили о том, как правильно вести себя на дороге. Дети будут много времени проводить на улице с друзьями, с одноклассниками. И, соответственно, кто-то будет с горки кататься, кто-то играть в снежки, чтобы они не выезжали на проезжую часть, а также, чтобы соблюдали правила дорожного движения в этот период. Специалисты отмечают, важно не только воспитывать будущих чемпионов, но и поощрять их за успехи. Это очень важно для того, чтобы формировать у детей чувство коллективизма, дружбы, ответственности перед всем, что рядом, перед тем, кто рядом. И поэтому такие мероприятия мы всегда практикуем на протяжении практически всего существования фигурного копей на коньках. С Новым Годня! С Новым Годня! Ура! Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Во время длительных новогодних каникул сотрудники госавтоинспекции усилят рейды на дорогах. Для контроля за трезвостью автомобилистов будут применяться массовые проверки водителей группами нарядов ДПС. Также сотрудники ГИБДД готовы предпринять все необходимые кооперативные меры реагирования на сообщения граждан о пьяных за рулем. Дополнительные экипажи ДПС будут патрулировать в местах массового скопления людей, на подъездах к торговым центрам, местах отдыха и развлечений. Помимо этого будут приняты дополнительные меры по профилактике ДТП с участием пешеходов, в том числе на дорогах в темное время суток без свето-возвращающих элементов. Региональная госавтоинспекция настоятельно рекомендует участникам дорожного движения соблюдать ПДД, быть дисциплинированными и внимательными, учитывать погодные условия. Масштабные рейды продлятся до конца января. В Самаре на улице Новосадовы обнаружили тела мужчины и женщины. По предварительным данным они выпали из окна, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело, назначены все необходимые экспертизы. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, убийства. 29 декабря 2023 года в утреннее время около одного из домов, расположенных по улице Новосадовой в городе Самаре, обнаружены тела 29-летнего мужчины и 30-летней женщины без признаков жизни. В подъезде этого же дома обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, колотелезным ранением в области спины. Накануне новогодних праздников сотрудники управления Росгвардии и по Самарской области напоминают владельцам оружия о необходимости неукоснительно соблюдать правила безопасного обращения с ним. Сейчас на территории региона открыт сезон охоты на копытную дичь. Инспекторы подразделения лицензионно-разрешительной работы вместе с работниками областного департамента охоты и рыболовства регулярно совершают совместные рейды, чтобы не допустить ЧП с оружием. Цель представителей контролирующих органов – предотвратить возможные инциденты. В частности, обращают внимание охотников на то, что оружие и алкоголь несовместимы. Кроме того, сотрудники Росгвардии обращаются к владельцам травматических пистолетов. С оружием запрещено посещать спортивные и развлекательные заведения и места с массовым скоплением людей. Всех нарушителей будут привлекать к строгой ответственности. Отсутствие охотников разрешительных документов, оставление оружия без присмотра, передача другим лицам. Запрещается ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения. За данные правонарушения предусмотрено административное ответственность в соответствии с нашим законодательством. Административные штрафы, лишение разрешительных документов и изъятие оружия. В Новый год без налоговых долгов 1 декабря истек срок уплаты имущественных налогов. За несвоевременную уплату, начиная со 2 декабря, ежедневно начисляются пени. Инспекция ФНС России по Самарской области напоминает гражданам о необходимости проверить наличие задолженностей по налоговым платежам и закрыть свои долги перед государством. О том, как это сделать, далее в нашем материале. Жительница Самары Ольга Петрова пришла в отделение налоговой службы, чтобы подключить в личном кабинете мобильного приложения ФНС сведения о своих детях. Ольга рассказывает, в семье двое несовершеннолетних. Они полноценные налогоплательщики, потому что на них оформлена недвижимость. По мнению Ольги, электронные сервисы облегчают жизнь, потому что все операции можно произвести дистанционно и в любое время. Это очень удобно, потому что уведомления, к сожалению, на почте не всегда ты просматриваешь, а приходит налог на моих двоих детей. И вот здесь очень удобно пришла. Личный кабинет, вернее, открыла, все посмотрела, какие начисления пришли. Когда уплата налога. После покупки квартиры с привлечением средств маткапитала ребенок становится собственником доли в жилом помещении и обязан уплачивать имущественный налог. При этом обязанность по внесению налогового платежа возлагается на законных представителей несовершеннолетнего. Налоговое уведомление направляется почтой по месту жительства ребенка. Сегодня отслеживать налоговые начисления не только на себя, но и на своих детей можно с помощью электронного сервиса «Семейный доступ». Для его подключения необходимо посетить офис налоговой службы. Родитель добавляет в свой личный кабинет своих детей и может видеть все объекты имущества на своих детей, все начисленные налоги. И в случае, если вдруг образуется задолженность, то законный представитель может оплатить за несовершеннолетних детей непосредственно из личного кабинета, через банк онлайн, либо распечатать из личного кабинета платежные документы и оплатить где-то в отделении банка, либо на почте, любым удобным способом. У ФНС России по Самарской области призывает жителей региона проверить задолженность по уплате имущественных налогов свою и несовершеннолетних детей. Это можно сделать на сайте Федеральной налоговой службы в личном кабинете, в мобильном приложении ФНС, на портале госуслуги или обратившись лично в ближайшее отделение МФЦ или налоговый орган. Несвоевременная уплата налогов приводит к начислению пени, взысканию сумм в судебном порядке, запрету на совершение регистрационных действий с имуществом, аресту имущества и ограничению на выезд должника из Российской Федерации. Галина Топилина, Игорь Казановский, События. Каждый второй россиянин уверен, что наступающий 24-й год станет для них более благоприятным, чем год уходящий. Об этом говорят данные опроса социологов. 14% респондентов ожидают увеличения доходов, а вот 9% считают, что наступающий год для них будет хуже. Четверть россиян думает, что в новом году в их жизни ничего не изменится. Какие ожидания есть у самарцев, что им запомнилось в уходящем 23-м году и где они планируют встретить 24-й год дракона, расскажем далее. Старый год уходит, а новый уже стучится в двери. Самое время подвести итоги уходящего года. 2023-й прошел хорошо, конструктивно, со множеством событий. Мне показался он интересным, и в то же время год преодоления. Хорошо прошел у нас 2023 год. Прекрасно, на самом деле прошел то, что вот у нас... Родился. Да, новый человек появился в семье. Поэтому мы довольны очень. Мы счастливы, можно сказать, у нас хорошо прошел. Я поступил на бюджет в университет морской, я моряк будущий. Да, все хорошо. Все мои родные живы, все мои близкие здоровы. Внуки растут, размножаются, детки. Так что я за него рада, за это 23-й. Уходящий 2023 год был не просто позитивным, но и подарил жителям города маленькие победы, новые впечатления и успехи. Мы в Москву с дочерью ездили. Ну, в ДНК ходили. Ну, правда, еще не успели, там не было нашего павильона построенного. Но все равно впечатление незабываемое. У нас появилось новое хобби, коллекционирование небольшое. Ну, полюбил свою работу еще больше. Машину поменял. У меня подросла внучка. Я участвую в женском сообществе, встрече с единомышленниками, в кафе. Мы обсуждаем свои вопросы, как женские, так и деловые. И мне очень нравится быть среди таких женщин. Ну, у меня внук родился. Мы построили дом. Ну, так в остальном, ничего. Не хуже, чем у других. Сегодняшний день, день рождения. Младший внук пошел в школу. А, младший внук в школу у нас пошел. Да, это важное очень событие. Мы очень за него переживали. Он хорошо улучшится. Главный календарный праздник многие хотят отметить дома, в кругу семьи и друзей. В этом году все придут к нам с мужем. В прошлом году были у снахи, сына там празднули. В общем, у нас каждый год по отец ему друг друга празднули. Кто-то принимает. Да, вот в этом году нашел. С семьей, с детьми, с внуками. Я, например, как бабушка. Мы с мужем и с малышом. А дочка у нас с бабушкой будет отмечать. Ну, мы хотим там приготовить салаты, купить шампанского, посидеть в тесном кругу. Потом пойти гулять. Мы дома с семьей, спокойно, тихо. Я не знаю, ну, можно постараюсь куда-то выбраться. С друзьями. Ну, если все хорошо, то с друзьями там сок пить будем. Новый год дома. С подругами, с семьей. Ну, компания человек на 8-10. В новом 2024 году самарцы ждут исполнения своих заветных желаний. Сын у меня в следующем году будет поступать. Желаю, чтобы он поступил в университет, в такой, который хочет. Мы ждем продвижения по нашим профессиональным моментам. То, что я загадала в своем творческом, так сказать, занятии, у меня должно получиться в этом году. Я шью куклы. Что меня не отчислят. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События. Баскетболисты Самары вышли в четвертьфинал Кубка России. Хоккеисты «Лада» громят лидеров КХЛ, а волейболисты «Новы» продолжают свою победную серию в Суперлиге. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Баскетболисты Самары победили и во второй игре 1-8 финала Кубка России. Соперником «Волжан» на этой стадии был темп Сумзу ГМК из Ревды. Эта встреча стала 41-й в их противостоянии. Уральцы – самый частый соперник для самарцев. Первый матч 1-8 самарцы выиграли с форой плюс 9, поэтому можно было и проиграть меньше 9 очков для выхода в следующий раунд. Но самарцы хотели порадовать своих болельщиков и начали активно. Однако гости не только сравняли, но и вышли вперед. И на большой перерыв уходили с перевесом в 6 очков. Играть с разницей самарцы не стали и во второй половине перевели игру полностью под свой контроль. Добились уверенного преимущества и спокойно победили. 81-65. Самара в четвертьфинале. Баскетболистки Самары в рамках премьер-лиги дома переиграли столичное «Динамо» в последнем матче календарного года. На старте матча соперницы обменялись результативными рывками, но преимущество осталось на стороне хозяек паркета. Затем на протяжении всей встречи на площадке была упорная борьба. Оторваться от «Динамо» волжанкам никак не удавалось. Но и вперед их не выпускали и довели дело до победы. 70-63 в пользу Самары. Хоккеисты «Лады» успешно проводят домашнюю серию игр в КХЛ. На своем льду тольяттинцы подряд играют сплошь с лидерами турнира. Сначала крупно переиграли магнитогорский «Металлург», а накануне разгромили и московская «Динамо». При этом матч проходил при преимуществе гостей, но голкипер «Лады» под «Япольский» не давал им реализовать свои моменты. А вот сами тольяттинцы забивали. По два раза в первом и во втором периодах. После чего они стали играть прагматично и засушили игру. 4-0 победа «Лады». Заключительный матч в году тольяттинцы проведут дома в субботу против омского «Авангарда». А вот у хукеистов ЦСКА ВВС матч с лидерами своего первенства не задался. Самарцы в Тюмени играли против местного Рубина, который занимает третье место в турнирной таблице. Хозяева с первых минут показали, кто является в матче фаворитом. И в самом начале дважды поразили ворота гостей. Во втором периоде тюменцы забросили еще две шайбы, а в третьем игровом отрезке самарцы совсем расклеились. И пропустили еще столько же в заключительной 20-ти минутке. 0-8 поражение ЦСКА ВВС. Волейболисты новые продолжают серию побед в Суперлиге. Накануне новокубышевцы на выезде играли против югры Самотлор из Нижневартовска. Матч прошел в упорной борьбе. Ни одной минуты не было, чтобы у кого-то было колоссальное преимущество в матче. Поэтому исход поединка решала способность команд конвертировать ошибки в очки. В первых четырех партиях это получалось и у гостей, и у хозяев. А вот в пятом решающем сете дисциплинирование действовали новокубышевцы. 25-19, 22-25, 25-17, 25-27 и 15-10. 3-2 по партиям Победа Новый. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Малый и средний бизнес в Самарской области демонстрирует уверенный рост. По показателям развития предпринимательства регион входит в десятку лучших субъектов страны. По итогам этого года в регионе насчитывается 130 тысяч субъектов МСП. Сегодня на малых и средних предприятиях трудоустроено более 700 тысяч человек. Это 43% от общего числа занятых в региональной экономике, информирует телеграм-канал Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары. Подвели итоги недели в промышленном районе. Там прошла новогодняя акция «Елка желаний». Глава района Данил Морозов поздравил с наступающим Новым годом участника Великой Отечественной войны Василия Ященко. Новогодний праздник провели во дворе дома номер 19 по улице Александра Матросова. Завершился конкурс на новогоднюю игрушку «Замышляем Новый год». Юнормейцы получили награды, а ученики 154-й школы приняли участие в гуманитарной акции. Телеграм-канал железнодорожного района пишет, как оформить бесплатное питание для школьников. Подать заявление в школе на имя директора, бланк можно взять у классного руководителя, предоставить документ, который подтверждает льготный статус ребенка. Например, справку МСЭ об инвалидности удостоверения многодетной семьи. Для получения бесплатного горячего питания ученикам с 1 по 4 класс подтверждений не требуется. В парке 60-летия советской власти прошли традиционное соревнование спортивной школы номер 11 по лыжным гонкам на призы Деда Мороза. Такие мероприятия способствуют развитию спортивной культуры среди молодежи и создают праздничное новогоднее настроение. Мероприятие было организовано на высоком уровне и принесло радость участникам и зрителям, резюмирует телеграм-канал Кировского района. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова